Всем привет, друзья! Очень рада, что вы загнули ко мне в гости. Сегодня мы с вами поговорим о самых трендовых, о самых красивых, о самых популярных товарах фикс-прайса лета 2022 года. Да, мы эти товары с вами уже обсуждали в обзорах новинок, но, как вы знаете, я люблю структурированные видео. Видео, посвященные отдельным коллекциям фикс-прайса, отдельным категориям, и я знаю, что многим зрителям канала такие обобщенные ролики нравятся. Ну и поговорить мне с вами хочется об эко-коллекции. Эта продукция сейчас очень сильно представлена в фикс-прайсах. И начнем мы с вами с вот такого маленького мешочка для хранения за 99 рублей. Такие мешочки могут быть актуальны для заготовок, например, для сушеных овощей и фруктов. Объем 4 литра. Красивый мешочек без какого-либо декора, который идеально вписывается в коллекцию эко-серии. Состав 100% хлопок. А вот такую щетку за 149 рублей для мытья чашек мы с вами уже успели обсудить в видео обзорах покупок. Мне, в принципе, она понравилась. Единственным минусом, что изначально она немного сыпется, но пока этой проблемы у щетки не наблюдаю. Мыть чашки идеально. Неглубокие бутылочки тоже промывает хорошо, поэтому пока этой щеткой я довольна. Посмотрим, насколько хватит. Еще один вариант щетки за 149 рублей с жесткой щетиной. Это щетка для мытья посуды и овощей. Знаете, тут у меня есть определенные сомнения о ее долговечности, потому что я пользуюсь, наверное, на протяжении трех недель. Чищу сковородки и раковину и наблюдаю, что при сильном нажатии ворсинки деформируются. Пока не знаю также, насколько хватит, но внешний вид нравится. И то, как она отмывает, тоже, в принципе, я довольна. Конечно же, как всегда, если в фикс-прессе появляется какая-то новая кухонная коллекция, то кухонные аксессуары, лопатки, половники тоже из этой серии бывают. Например, вот такая коллекция деревянных лопаточек за 59 рублей. Говорят, что тут нестойкая краска на ручках, но знаете, что мы хотим за 59 рублей? За такую цену суперское качество найти просто нереально. Ну, а если вы любите деревянные аксессуары, то это прекрасный способ сэкономить, потому что в других магазинах стоит порой дороже. И даже если краска сотрется, то лопаточка будет просто выглядеть, как будто она целиком выполнена из дерева. И появился даже в этой коллекции деревянный молоток для отбивания мяса. Стоит он 199 рублей. Одна сторона молотка просто гладкая, а с другой стороны имеется металлическая насадочка, чтобы удобно было отбивать мясо. Интересный набор шпажек. Шпажки для канапе продаются наборчиком из 50 штук и стоят 26 рублей. Спорная лично для меня вещь это емкость для заваривания чая за 99 рублей. Хотя смотрю, что в инстаграме многие блогеры очень классно, хорошо отзываются об этой емкости. Но лично для меня лишнее промывание каких-то мелких узких емкостей становится обузой. Хотя идея классная и можно таким образом сэкономить на чаях в пакетиках. И просто брать рассыпной, засыпать туда, ставить в чашку и заливать. Снова появились в продаже вот такие маленькие баночки для хранения специй за 79 рублей. Объем у них 58 миллилитров. Продается набором из двух штук. Впервые появились продажи в прошлом году, но в эту коллекцию вписываются просто идеально. Еще супер раскрученной вещью из этой серии именно в инстаграме, потому что везде посты вижу, является сушилка для посуды. Деревянная сушилка размером 32 на 13,5 сантиметров и высотой 11,5 сантиметров стоит 199 рублей. Я соглашусь, что выглядит она очень стильно и в соответствующих интерьерах будет смотреться красиво. Но, как всегда, я высказываю свое мнение, которое никому не навязываю. Я все-таки предпочитаю закрытое хранение посуды. Хотя, если грамотно вписать, сушилка будет выглядеть красиво. И, в принципе, ее можно использовать для хранения журналов, для хранения учебников. И в этом плане мне такая сушилка нравится больше. Еще довольно колоритная вещь из этой серии это набор салфетниц. Точнее, салфетницы продаются поштучно за 199 рублей, но бывают представлены в разных размерах. Под маленькие салфетки классические и под салфетки чуть большего размера. Это полностью деревянные салфетки. Они, салфетки-салфетницы, они ничем не обработаны. Единственное, что обращайте внимание на то, как проклеены стыки, потому что порой бывают они проклеены не совсем аккуратно. При этом можно эту салфетницу покрасить, использовать в качестве подставки под канцелярию, под косметику. Мы с вами прекрасно знаем, что подобные вот такие салфетницы, емкости идеально подходят для этих целей. Снова появился в продаже заварочный стеклянный чайник и сборы силикатного стекла. Чайник имеет объем 640 мл и стоит 299 рублей. И я рада, что снова завезли такие чайники в продажу, потому что в прошлом году я такой чайник купила и до сих пор им пользуюсь. Во-первых, мне нравится его качество. До сих пор не треснул даже при заливании крутого кипятка. И крышка нисколечко не заржавела и не покрылась плесенью. И внешний вид, эстетический вид мне также очень нравится. Поэтому, если любите эту коллекцию, присмотритесь. Качество чайника заслуживает нашего внимания. Еще очень стильной и красивой вещью из этой серии я могу назвать стеклянную банку. Это банка для хранения сыпучих продуктов. Объемом 1,5 литра стоит 299 рублей. Конечно же, отличительной особенностью этой серии является наличие пробки из пробкового дерева в виде шарика. Такие банки на Алиэкспрессе стоят где-то раза в два дороже. И поэтому получается в Алиэкспрессе выгодно. Но при этом, если набирать большой набор этих банок, выходит не совсем бюджетно. Я пока еще не определилась, стоит мне покупать такую баночку или нет. Хотя внешний вид мне очень нравится. Довольно оригинальная и красивая подставка-подложка. Также она выполнена из дерева. Стоит 149 рублей. И прекрасно впишется в эту коллекцию. А еще за 299 рублей можно приобрести вот такую коробочку, которая изготовлена как будто бы из палочек от кофе или от мороженого. Интересно, колоритно, красиво. Но при этом, я думаю, что-то подобное можно сделать и своими руками. И выйдет такая коробочка намного дешевле. Но если вы не любите заморачиваться, то в Алиэкспрессе таких коробок полно. И они продаются в двух размерах. Еще одна интересная корзиночка, которая идеально подходит к первому. И это тоже у нас деревянная корзинка. Точнее, плетеная корзинка. У нее съемный льняной чехол. Ручка поворотная. И сюда можно красиво складывать, например, какие-то ягодки, если вы хотите кому-то презент преподнести. Смотрится интересно. Можно использовать в качестве хлебницы. Можно ее оставить, например, на следующую Пасху. И красиво оформлять туда кулички или же красочные яйца. Выглядит, правда, интересно. Вот такая стеклянная банка объемом 1 литра 100 мл. Точнее, бутылка у меня тоже давно используется в быту. И особых нареканий тоже у меня к ней нет. Также заливаю кипятком. Он выдерживает крутой кипяток. Пробковая крышка не плесневеет. Стоит 249 рублей. И смотрится на кухне очень стильно. А также к этой коллекции можно отнести и новый набор металлических баночек для хранения. Несмотря на то, что выполнены они из металла, крышки у них деревянные. Например, есть коллекция баночек маленьких объемом пол-литра. А предназначены они для хранения чая, соды, соли. Единственное, на что обращайте внимание, это на крышке. Некоторые крышки бывают бракованные и сломанные пополам. Это видно брак при транспортировке. И большие баночки для хранения сыпучих продуктов. Тоже есть в продаже. У них цена 299 рублей. Большой объем. И тут у нас банки с подписями, с надписями для хранения хлопьев, пасты, муки. И практически весь ассортимент надписи представлен объемом 2 литра 700 миллилитров. И также обращайте внимание на крышки. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что эта подборка товаров из эко-серии была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Если у вас есть чем дополнить мои отзывы, также не стесняйтесь, пишите в комментариях. И хочу напомнить, что недавно на канале выходил обзор, посвященный лофтовой белой коллекции Фикс Прайса. И эти две коллекции прекрасно между собой гармонируют.